На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Железный кулак». Тадеуш Генри Смит живет в небольшом китайском городке. Он просто кузнец, освоивший это мастерство в совершенстве. Тадеуш не занимается оружием. Ему больше нравится делать полезные вещи из железа и различные сувениры. Однако кузнецу приходится поступиться принципами ради Леди Силк, которую он любит. Леди Силк работает в борделе Мадам Блоссом. Кузнец мечтает вытащить ее оттуда, сделать свободной, но для этого нужны деньги. Поэтому он начал брать заказы на изготовление клинков, ножей и прочего оружия. В городке, где живет Тадеуш, действует несколько банд. Самая сильная из них – клан Льва. Им заправляет могучий вождь по прозвищу Золотой Лев. Однажды губернатор вызывает его к себе. Он поручает Льву охрану своего золота, которое переправляет войскам на север. И вождь клана выполнил бы свое обещание, если бы не его приближенные – Серебряный и Бронзовый Львы. Они предали и убили Золотого Льва. Однако у Златогривого есть сын, который может помешать Серебряному и Бронзовому Львам. Его зовут Цзин И. Узнав о смерти отца, он надел свою броню Икс Блейда, начиненную клинками, и отправился мстить. Тем временем Серебряный Лев встал во главе клана. Решил развязать войну с кланом волков. Его соратники просили дождаться Цзин И, чтобы он решил этот вопрос, но Серебряный Лев отказался. Прознав о гибели Златогривого и планах нового правителя Львов, люди из клана Волка решают вооружиться. Они просят кузнеца изготовить для них оружие по готовым чертежам. Следом в кузницу приходят люди из клана Льва и тоже заказывают оружие. И те, и другие хорошо платят, а потому кузнец соглашается выполнить оба заказа. Вырученные деньги он отдает Леди Силк. Совсем скоро у нее накопится нужная сумма, и она сможет заплатить мадам Блоссом за свою свободу. Когда по провинции поползли слухи о золоте, в город приехал Джек Нож. Почему его так называли? Да потому, что у него был здоровенный нож, которым он вспорол брюхо посетителя в заведении мадам Блоссом. Джек выбрал этот бордель, чтобы отдохнуть после дороги с толпой девиц, а толстяк по кличке Бешеный Бегемот хотел ему помешать. Пришлось Джеку превратить Бешеного Бегемота в мертвого. Пока что его враги не подозревают, что Джек тайный агент императора, и его прислали проследить за золотом, которое будут провозить через этот городок. Пока Джек Нож потрошил Бегемота, Джин и уже подъезжал к городу. Вместе со своим помощником он остановился в таверне перекусить. Тут на него напали, однако Иксблейд умелый боец. Он легко одолел всех противников. О провалившемся покушении сразу же сообщили Серебряному Льву. Его соратник – отравленный кинжал, от чьей руки погиб Златогривый. Сообщил, что вскоре в городок должны прибыть люди императора с золотыми слитками. Охраняют драгметалл близнецы-убийцы. Когда Джин И был уже у самого города и остановился на ночлег, к нему приехали люди из клана Львов, чтобы рассказать о своем Серебряном предводителе, который хочет развязать войну с волками. И Серебряный Лев действительно напал на их клан, а затем вызвал к себе наемного убийцу Квана по прозвищу Медный. Его кожа имеет необычные свойства. По его желанию, она может становиться медной, делая Квана неуязвимым для оружия врагов. Серебряный Лев хочет использовать медного для убийства Цин И. Джек-нож следит за всеми изменениями и перемещениями ключевых фигур из окна своей комнаты в борделе Мадам Блоссом. А пока он не наблюдает за обстановкой, он обхаживает работниц заведения. Остановившись в таверне, Цин И отправляет помощника к Серебряному Льву с посланием. Когда он уходит, в общем зале появляются ребятишки, которые вытаскивают Цин И на улицу. Здесь его ждет Медный. На глазах Цин И он убивает его подручного и берется за львов из клана, которые приехали, чтобы предупредить Цин И. Он сражается храбро, использует весь свой арсенал оружия, но Медный слишком силен. Он почти убил Цин И, когда один из львов обрушил на него тяжелый навес. Пока Медный освобождался, тело Цин И исчезло. Из окна комнаты Леди Силк за схваткой наблюдал кузнец. Он понял, что Цин И нужна помощь и втащил его внутрь. После этого события приезжают близнецы-убийцы с золотом. Они останавливаются в таверне, чтобы передохнуть. Здесь им готовят угощение, а пока они обедают, в таверну заваливается Серебряный Лев со своими людьми. Они намерены убить близнецов. Дворцовый пес. Пес все равно. Но те отчаянно сражаются. Кажется, что они вот-вот победят, но тут появляется отравленный кинжал и из укрытия убивает близнецов. Серебряный Лев забирает золото Императора себе. Джек-нож видит это и идет проверить, что произошло в таверне. Хотите льва? Я приготовлю. На ране одного из близнецов он видит ртуть. Джек понимает, что действовал отравленный кинжал, с которым он уже знаком. Губернатор узнал, что львы присвоили себе золото. Он разозлился и призвал свирепых шакалов, чтобы те покарали клан львов. А у шакалов была при себе шестистволка гатлинга, против которой даже медноголовому не устоять. Покончив со львами, губернатор приказал сжечь городок до основания, если пропадет хотя бы один тайль золота. Придя в себя, Цзин-И просит кузнеца выковать для него новые клинки. Когда оружие было готово, кузнеца схватил медный. Он вместе со львами пытал его, однако Тадеуш не выдал местонахождение Цзин-И. Тогда медный отрубил ему руки и бросил умирать. Если бы вовремя не подоспел Джек, который следил за кузнецом, тот бы не выжил. Джек незаметно следовал за кузнецом, потому что он использовал ртуть в своей работе, а значит он знает, как выйти на отравленного кинжала. Джек выхаживал кузнеца в подвале его кузни, где обнаружилось различное оборудование. Когда Джек-нож спросил Тадеуша о его судьбе, тот рассказал, что раньше он был рабом. Хозяин плантации был близок с его матерью и перед смертью он освободил Тадеуша. Однако того не захотели отпускать и даже попытались убить белые работники плантации. Тадеуш расправился с одним из них, но из-за этого ему пришлось бежать. Корабль, на котором он плыл, потерпел крушение. Из всего экипажа выжил только Тадеуш. Его подобрали монахи, которые и научили его всем премудростям владения энергией Цзин. Они рассказали Тадеушу, что при определенном умении эта энергия способна приводить в движение даже неодушевленные предметы. Тадеуш просит Джека о помощи. Он хочет создать свое лучшее оружие. Они делают слепки рук Джека, заливают их металлом и надевают протезы на обрубки рук кузнеца. Железные протезы садятся как влитые. Тадеуш использует энергию Цзи, чтобы заставить их двигаться. Цзин И узнает от Леди Силк, что кузнеца схватил и убил Медный. Он больше не может оставаться в стороне, а потому он собирается и уходит. В заведении Мадам Блоссом отдыхает верхушка клана Львов и отравленный кинжал. Мадам Блоссом предлагает им в качестве хранилища для украденного золота потайную комнату под своим борделем. Здесь его точно не найдут люди губернатора, а если и найдут, вряд ли они пройдут через оставленные здесь ловушки. Но за эту услугу она возьмет 3% от всех денег, что будут храниться в сундуке. Пока Мадам Блоссом показывала Львам потайную комнату, под столом сидела местная девчушка. Она все слышала и видела, а когда Львы ушли, она прибежала к кузнецу и все ему рассказала. В это время кузнец, Джек Нож и Цзин И готовили нападение на клан Львов. Они хотели успеть с ними разделаться до прихода шакалов. Только в этом случае получится спасти городок. Привезя все золото в логово Мадам Блоссом, Серебряный Лев признался, что хочет заманить шакалов в ловушку. Его люди заминировали лагерь Львов, и когда придут посланники губернатора, он подорвет их. После этого останется разделаться с Мадам Блоссом. Однако хозяйка борделя тоже оказалась не так проста. Ее девушки прошли специальную подготовку не только в плане ублажения мужчин, но и в качестве искусных убийц. Перед битвой с шакалами люди из клана Львов пришли расслабиться в заведении Мадам Блоссом. Закончив расслабляться, многие из них заснули. Девушки же в это время вспарывали им артерии особыми ножами, закрепленными на языках. И только у Леди Силк не получилось убить своего постояльца. Им оказался Медный. За попытку убийства Медный избил Леди Силк до полусмерти. Она умерла на руках кузнеца, пришедшего в этот момент в заведение Мадам Блоссом. Покончив со спящими, девушки вышли в общий зал, чтобы разделаться с остальными. Однако тут они встретили яростное сопротивление. На помощь к воительницам Мадам Блоссом пришли кузнец и Джек Нож. Дзин И отправился в тайную комнату. Несмотря на все усилия, Медного девушкам одолеть не удалось. Погибла и сама Мадам Блоссом. Когда она пыталась спасти ребенка от случайного удара врага, ее атаковали сзади. В подземелье Дзин И находит Серебряного Льва. Тот уводит его в коридоры тайного убежища, полный ловушек. Джек Нож сталкивается со старым врагом, отравленным кинжалом. А кузнец наверху собирается мстить Медноголовому за Леди Силк. В сражении с кинжалом Джек одержал верх. Я всегда довожу дела до конца. Дзин И тоже удалось обойти ловушки и победить Серебряного. Он опрокинул на него все украденное золото, и Лев погиб под его тяжестью. А вот кузнецу пришлось не сладко. Казалось, Медного невозможно победить. Однако в решающий момент кузнец вспомнил, чему его учили в монастыре, и ударил Медного в особые точки на теле. В бою Тадеуш раскрыл в себе энергию Ци и использовал ее, чтобы превратить Медного в груду металлолома. Разделавшись с врагами, надо было еще остановить шакалов. Они уже были на изготовке, стояли, прицелившись в заведение мадам Блоссом. Джек Нож успел сказать им, что проблема с похитителями золота решена, и городок удалось спасти. Простившись, герои пошли каждой своей дорогой. И только кузнец остался в этом городишке, чтобы не допустить появления новых воинствующих кланов и сохранить мир, добытый такой высокой ценой. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов.